Домашний путеводитель по классической музыке Мы приглашаем вас в музыкальное путешествие по самым красивым уголкам Земли По величайшим городам Европы, старинным и прекрасным Готовым рассказать о жизни и музыке знаменитых композиторов Гендер, Дебюси, Россини, Шопен, Элгар, Рахманинов Это лишь некоторые имена Великая музыка великих городов Здравствуйте, меня зовут Саймон Кэллоу Сегодня мы отправляемся посмотреть на зеленые пейзажи Англии Котс Волтс подарил миру двух замечательных композиторов 20 века Чье творчество было новатовским для своего времени Это Густав Холст и Ральф Вон Уильямс В 1874 году в Челтнеме родился Густав Холст А за два года до этого, чуть южнее, в деревне Даун-Эмпни Появился на свет Вон Уильямс Вскоре они встретятся в Королевском музыкальном колледже и станут друзьями Челтнем сначала был скромным торговым городком Но к концу 18 века стал популярным оздоровительным курортом Англии Его главная улица времен регенства называется Променад Кроме того, Челтнем прославился самыми престижными в стране скачками Холст не единственная знаменитость, родившаяся в этом городе За два года до него здесь появился на свет полярный исследователь Эдвард Уилсон У Густава Холста были русские и шведские корни Однако сам он стал исключительно английским композитором Ему с детства полюбился родной край Начинающий музыкант постоянно ходил из одной деревни, где работал преподавателем, в другую Где играл на церковном органе С тех пор пешие прогулки стали его любимым времяпрепровождением Даже когда Холст добился успеха, он продолжал много ходить пешком Но не ради здоровья Просто Холсту нравилось просто бродить в задумчивости, растворяясь в окружающем его мире Одиночество и слияние с природой было ему необходимо А еще во время прогулок Холст собирал английский фолклер Эту страсть он разделял с Вуаном Уильямсом Итак, звуки природы и народная музыка сыграли огромную роль в творчестве Густава Холста Всю жизнь композитору приходилось бороться за свое здоровье Но слабости в его музыке нет Кажется, что она вырывается за пределы солнечной системы Семья Холста покинула этот загородный домик, когда будущему композитору было 8 лет Умерла его мать Теперь здесь музей, где можно получить представление о том, как жилось мальчику в конце 19 века в английской провинции Но многие экспонаты связаны с его взрослой жизнью На этом фортепиано Холст сочинил сюиту планеты, которая обессмертила его А это листок с народной песней, над которой он работал Я люблю, потому что знаю, что любим Анданте Модерато Анданте Модерато А вот комната, в которой он работал Густав Холст родился Типичная комната викторианского среднего класса Теплая, уютная, удобная Трудно представить, что у мальчика, родившегося в этой обстановке, была такая богатая фантазия Эта гостиная оформлена в стиле 30-х годов 19 века То есть с того времени, когда семья Холстов приехала в Англию Они приехали из России, хотя были немцами Это дед Холста, тоже Густав И тоже композитор, сочинявший музыку в основном для исполнения на арфе На столе книги, которые читал Холст К примеру, по астрологии И тексты на санскрите Чтобы читать их, Холст серьезно занимался изучением этого языка Вот типичная цитата из Упанишад Будущее никогда не открывается бездумным, невнимательным и застывшим в своем благополучии Есть только этот мир и ничего сверх него Вместе со мной он возникает с новой силой вновь и вновь Густав Холст был настоящим мистиком Несмотря на одаренность Холсту пришлось приложить немало усилий, чтобы сделать блестящую музыкальную карьеру Учась в колледже, он выступал на улице, чтобы заработать на жизнь и на дорогу домой В конце учебного семестра Это был путь в 120 километров Даже после женитьбы и переезда в Лондон Холст тратил много времени на поиски работы Он даже играл на тромбоне, несмотря на то, что страдал астмой Критики ругали его сочинение, и положение казалось отчаянным Холст хотел даже бросить музыку Но тут его друг, Ральф Вуан Уильямс, нашел ему место преподавателю Это был поворотный момент в судьбе Холста Он оказался прекрасным учителем, и эта работа принесла ему материальную стабильность Столь необходимую для сочинения музыки Холст увлекся преподаванием Он работал и с детьми, и со взрослыми, считая, что музыка доступна каждому человеку В 1905 году Холста назначили директором школы Святого Павла для девочек И он оставался на этом посту до самой смерти в 1936 Его ученицы и сотрудники преклонялись перед ним И в новом крыле школы была создана специально для него студия со звукоизоляцией Холст подарил школе свою сииту Святого Павла Сейчас австралийский камерный оркестр исполняет вторую часть этого произведения Достигнув финансовой стабильности, Холст вместе с женой Изабель переехал в Ричмонд Живописный район Лондона Неподалеку протекает Темза, и Холст частенько бродил по ее набережным Хотя по-прежнему предпочитал выбираться по выходным за город Для многих Густав Холст ассоциируется с деревенькой Текстет Впервые он приехал сюда в 1914 году Купив домик для отдыха от тяжелой работы и городской суеты Лондона Здесь Холст много гулял и восстанавливал творческие силы Здесь он начал работать над свитой планеты В Текстеде Холст обнаружил еще один источник вдохновения Приходскую церковь, столь непохожую на другие английские церквушки Скорее кафедральный собор в миниатюре, величественный и в то же время уютный Холст решил провести в этой церкви музыкальный фестиваль Своим необычным видом церковь обязана властям, которые финансировали ее постройку в 14 веке Простые прозрачные стекла в окнах создают дополнительное ощущение простора Мечта Холста о музыкальном фестивале воплотилась в 1916 году В 87-м традицию фестиваля возродили И теперь каждый год после Троицы Текстед наполняется звуками классической музыки Холст написал множество произведений в различных жанрах Но главный его шедевр это, конечно, планеты Сюита была написана в 1918 году, то есть в конце Первой мировой Первая часть, посвященная Марсу, рисует ужасы современной войны Сюита состоит из семи частей, объединенных астрологической темой Что довольно странно для оркестрового произведения Удивительное сочетание возможностей современного оркестра Плюс влияние великих современников Стравинского, Дебюси При этом она самобытна И больше всего публика была удивлена последней частью Нептуном Где хор женских голосов постепенно сходит на нет Это считалось кульминацией модернизма в музыке И создал ее англичанин Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Великая музыка великих городов Домашний путеводитель по классической музыке Мы приглашаем вас в музыкальное путешествие по самым красивым уголкам Земли По величайшим городам Европы, старинным и прекрасным Готовым рассказать о жизни и музыке знаменитых композиторов Гендер, Дебюси, Рассини, Шопен, Элгар, Рахманинов Это лишь некоторые имена Великая музыка великих городов Суита имела грандиозный успех И впервые Холст почувствовал себя состоятельным человеком Здоровье у него всегда было слабым Поэтому с началом войны его признали негодным к службе Но сам он рвался на фронт Даже его жена ушла на войну санитаркой В результате Холсту предложили место музыкального директора в военном оркестре После войны он вернулся к преподаванию А по выходным продолжал сочинять музыку Загрузив себя работой, он окончательно поставил на своем здоровье крест В 1924 году Холст вернулся в Текстед, чтобы прийти в себя Но шедевров он больше не сочинял Холст казался очень скромным и застенчивым человеком Но его интеллектуальный потенциал был огромен Он всерьез интересовался религией, философией, астрологией, алхимией Увлекшись индийской мифологией Холст взялся за изучение санскрита Довольно сложного языка И даже написал музыку к некоторым гимнам Рикведы А в своем великолепном гимне к Иисусу Он попытался воссоздать религиозный экстаз первых христиан Сам Холст тяготился публичностью и успехом планет Его представлением о Рае было уединение в английской деревне Либо поездка куда-нибудь в Северную Африку в поисках народной музыки Он был человеком замкнутым и очень скромным Но его талант скромным не назовешь Послушайте Сколько экспрессии В последней части сюиты Святого Павла Исполняемой Австралийским камерным оркестром Даргасон, the final movement of the St. Paul Suite Северная Африку в поисках народной музыки 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 Возможно, вы узнали мелодию Ее использовал Боан Уильямс в своей фантазии на тему песни «Зеленые рукава» Эта народная песня одна из многих известных нам Благодаря этнографическим экспедициям Холста и Боана Уильямса Ральф Боан Уильямс родился в 1872 году в Глостершире Его растила мать, отец умер, когда мальчик был совсем маленьким Сначала он учился в Кембридже, затем перешел в Королевский музыкальный колледж После этого Боан Уильямс поехал в Германию стажироваться у Макса Бруха Чьи скрипичные концерты он так любил И у Мариса Равеля В результате Боан Уильямс стал весьма многогранным композитором При этом корни его творчества всегда лежали в народной музыке Заносчивость и амбиции были ему чужды Боан Уильямс происходил из выдающейся семьи И по материнской линии состоял в родстве с Чарльзом Дарвином Отец композитора был викарием в Даун-Эмпни И сейчас в их доме по-прежнему живет священник Боан Уильямс недолго прожил здесь Но он никогда не забывал родную деревню И назвал в честь нее один из своих гимнов А в этой очаровательной церквушке, где крестили будущего композитора Открыта выставка, посвященная его творчеству Даун-Эмпни – классическая английская деревня Она оставила глубокий след в воображении мальчика, ставшего знаменитым композитором Подобно Холсту, Оуан Уильямс довольно долго начинал свою карьеру Он добился настоящего успеха лишь в 30 лет Но потом уже ничто не могло его остановить Он стал настолько плодовитым творцом, что до конца жизни пожинал лавры восхищения Прорыв произошел в 1904 году Когда ему предложили составить сборник английских церковных гимнов Воан Уильямс был сыном священника, но считал себя христианским агностиком И все же он с радостью взялся за работу Этот грандиозный проект длился два года Одна из мелодий, к которой Воан Уильямс написал аранжировку Принадлежала композитору 16 века Томасу Таллису Эта вещь стала новостью и привлекла внимание критики Фантазии на тему Томаса Таллиса И по сей день одна из его популярнейших работ Во всем мире в христианских церквях Можно услышать торжественные гимны Воана Уильямса Это бессмертное музыкальное наследие А еще он был убежденным социалистом Который отказался от дворянства И все же написал музыку по случаю двух коронаций Праздничный Тедеум Георгу VI И сотый псалом в честь Елизаветы II Воан Уильямс писал также музыку для кинофильмов Он долго сотрудничал с Иллинг Студиос Возможно его лучшая музыка звучит в фильме «Скотт в Антарктике» Эта музыка была слишком хороша для простого саундтрека Поэтому со временем автор переделал ее в антарктическую симфонию Воан Уильямс прожил долгую плодотворную жизнь И умер в 85 лет Он до самого конца писал прекрасную и понятную всем музыку Но, пожалуй, в наши дни Самое известное его произведение Это «Воспаряющие жавороны» Романс для скрипки с оркестром Написанный перед Первой мировой войной Эта музыка как бы подвела черту Под тем идиллическим миром, который был уничтожен ужасами войны Эпиграфом к романсу взяты стихи Джорджа Мередита Самое начало Он, поднимаясь и кружась Серебряную тянет цепь И не спадает прямо в степь С небес волшебных трелей Весь Густав Холст и Воан Уильямс Два представителя важнейшей эпохи английской классической музыки Они успешно сочетали почти забытые всеми народные мелодии С новаторскими методами Дав английской культуре ни с чем не сравнимые голоса Могила Воан Уильямса находится в Вестминстерском аббатстве Здесь он обрел свой покой рядом с такими великими людьми, как Берссель, Гендель и Элго Вдохновение, которое он черпал в произведениях предшественников и в народной музыке своей родины Лучше всего отразилось в воспаряющем жаворонке Поэтому Ральф Уоан Уильямс по праву называется одним из величайших английских композиторов А в следующий раз мы с вами отправимся через пролив во Францию И познакомимся с творчеством выдающегося композитора Камиле Сенсанса С вами был Саймон Кэллоу Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА